Вопросы национальной безопасности сегодня обсудили у президента. Во Дворце Независимости состоялось заседание Совбеза. Александр Лукашенко сразу определяет наиболее сложные и острые направления. Западное, за него как раз отвечает Беларусь. И Южное, Афганистан, откуда исходит постоянная террористическая угроза и наркотрафик. И здесь, конечно, важна слаженность действий и координация внутри ОДКБ. А с этим пока есть некоторые вопросы. Глава государства ставит задачи разработка нового поколения вооружения, беспилотных комплексов и робототехники для обороны. На такие шаги Беларусь подталкивает внешние факторы и вызовы. Милитаризация, агрессивная риторика политиков и все новые изощренные формы давления на суверенные страны. Как резюмировал президент, внешняя безопасность государства, защита граждан и обеспечение внутреннего правопорядка – главная ответственность власти. Все подробности у Андрея Кривошеева. Мир на грани температурной аномалии – горячей или холодной войны. Все как сто лет назад, только орудие убийств, совершение, риторика безрассуднее и точек локальных конфликтов больше. Как географический центр Европы, как молодое государство и как ответственный партнер, игнорировать угрозы Беларусь не может. Отсюда внутренняя собранность, здоровье общества. Отсюда регулярная модернизация всего силового блока. И отсюда же трезвые и конкретные задачи на обозримую перспективу в сфере безопасности. От ОДКБ до дисциплины в войсках. Приоритеты сегодня расставил президент на заседании Совета безопасности. Мир не стал безопаснее, но ложное чувство самоуспокоения у беларусов выработалось. Мы привыкли, что взрывается, горит, штурмуются границы или воюют с оружием в руках не у нас. В худшем случае у соседей. В лучшем – где-то далеко, по телевизору. Часто не задумываемся, каких трудов и средств требует поддержания статуса острого стабильности. Особенно в регионе, где не погашен ни один тлеющий конфликт. И напротив, возникли новые, горячие. Характерно, что сегодняшнее выступление президента Республики Беларусь, оно совпало случайно с первым вообще в истории взаимоотношений с Соединенными Штатами ударом по российским гражданам. Являлись ли они наемниками или пострадали в том числе и советники российские, это еще предстоит выяснить, но это очень характерный признак. И он абсолютно прав, президент Лукашенко, что мир, к сожалению, не становится более безопасным, как бы это ни хотелось представлять себе говорунам из Брюсселя. Не успокаиваться. Это требование президента, в первую очередь, к силовикам, звучит рефреном на каждом заседании Совбеза. Нынешний – не исключение. В целом, за прошедший год не удалось погасить ни один из существующих вооруженных конфликтов. Более того, возникли новые очаги напряженности, а политическая конфронтация государств и блоков получает законодательное закрепление в национальных стратегиях. Давно уже мы это так откровенно не слышали. Впервые в середине прошлого века мир находится в шаге от возникновения глобального противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями. Нас очень беспокоят спекуляции некоторых стран на тему ядерного оружия, милитаризации восточноевропейского региона, а также беспрецедентное наращивание военного потенциала наших стран-соседей. Это касается как увеличения численности их вооруженных сил, так и расходов на оборону. По-прежнему с тревогой воспринимается развитие ситуации у нашего ближайшего южного соседа. Беларусь продолжает обеспечивать необходимые условия для проведения регулярных заседаний трехсторонней контактной группы. В 2017 году состоялось почти 30 таких встреч. Полагаю, что несмотря на различные достаточно неожиданные заявления, для общественности может быть неожиданное, для меня это вполне ожидаемое заявление, реальные альтернативы этой переговорной площадки на сегодняшний день не существуют. Наряду с непрекращающимися вооруженными конфликтами и демонстрацией гонки вооружения активно используются другие изощренные формы международного давления. В их числе разноплановые санкции, шантаж, приемы экономического удушения, информационные операции. В то же время механизмы поддержания международной безопасности практически не работают. В одиночку в современном мире не выстоять. Отсюда вклад Беларуси в безопасность региона во всех форматах. От ОБСЕ, помним призыв к новому хельсинскому процессу, до союзных обязательств в союзном государстве, евразийском проекте СНГ, ШОС и ОДКБ. Бенефициарам милитаризма, проще тем, кто наживается на войнах и конфликтах, позиции и стратегии официального Минска, конечно, не по душе. Но тот же минский формат по Украине уже военно-политическая данность. Затягивать миротворческий процесс можно, остановить – нет. Динамичная помощь со стороны официального Минска по продвижению Минской переговорной площадки – это очень важный вклад и президента Александра Григорьевича Лукашенко, и белорусского государства, белорусского народа в деэскалацию конфликтной ситуации внутриукраинского политического кризиса. В том числе Минская переговорная площадка играет очень важную роль в деэскалации и нормализации в дальнейшем отношении между Российской Федерацией и коллективным Западом. Очевидно, это очень конструктивная роль. Формат ОДКБ белорус возглавляла год, убеждая союзников приоритетно вкладывать в армейскую элиту. Коллективные силы сделано много, включая Запад-2017 и все фазы учений евразийского счета. При этом объективно получилось не все. Резюмирует главнокомандующий. Должен вам сказать, несмотря на предпринимаемые нами усилия, мы исходили из возможного. Мы вносили на рассмотрение те вопросы, которые возможно принять даже в таком небольшом формате, в небольшом кругу по численности, как ОДКБ. Трудно согласовываются вопросы, которые носят большие материальные затраты. Я имею в виду вооружение. Мы очень серьезно в ОДКБ недооцениваем опасность той ситуации, которая складывается. Россия сама по себе там что-то модернизирует вооруженные силы. Мы что-то тут пытаемся вместе с другими членами Совета Безопасности вооружаться, модернизироваться и так далее. Каждый сам по себе. Как вы понимаете, что основное, естественно, бремя ляжет на Российскую Федерацию по защите нашего общего пространства. Но серьезного понимания у руководства России сегодня о том, что надо на наиболее опасных направлениях нашей общей совместной обороны укреплять национальные вооруженные силы. Я имею в виду Беларуси, Казахстан, Армения и других стран. Такого понимания нет. И это очень больно может аукнуться. Я не в том плане, что мы хотим или в очередной раз, как у них принято говорить, требуем каких-то денег на какие-то мероприятия. Но надо понимать, что, допустим, Беларусь, мы отвечаем прежде всего за Беларусь, является основным форпостом, в том числе и Российской Федерации, на западном направлении. А здесь сегодня наиболее опасное направление. Хотя и концентрация негативных явлений в Афганистане тоже не могут успокаивать нас и на южном направлении. Поэтому в этом отношении нам серьезнейшим образом, по крайней мере, после президентских выборов в России, нужно подумать и принимать решения. Нам нужно серьезнейшим образом не просто модернизировать наши вооруженные силы, а надо совершенствовать и более активно приспосабливать к возможным боевым действиям. Возможным, исходя из опыта ведения войн и конфликтов в современное время. На западном направлении евразийской безопасности главная сдерживающая агрессию сила – белорусская армия. Прошла модернизацию, стабильно финансируется. На 40% оснащена современным вооружением. Для небольшой страны, нежелающей втягиваться в мировое безумие новой гонки вооружений, достаточно. Но вопрос поддержки со стороны союзников по ОДКБ решающий для безопасности. Слишком неравны силы и велик потенциал угроз на западном направлении. Мы должны иметь равное, одинаковое оружие. Для того, чтобы мы, как первые, кто стоим на этом рубеже, мы должны сегодня быть тем фактором сдерживания для всех, кто какие-то намерения в части вооруженного нападения или вторжения. А вот насколько эффективно инвестированы средства, выяснит проверка. Началась 6 февраля. Проверят в том числе исполнение президентского требования. Не размывать деньги, вкладывая в самое эффективное и по хозяйски беречь имущество, включая рабочие лошадки, модернизированной советской оборонки. Предупреждаю министра обороны, и на это будет обращено особое внимание мною. Все, что есть в армии, а в армии есть немало, начиная от стрелкового оружия, бронетехники и заканчивая летательными аппаратами и ракетами, все это должно быть в идеальном состоянии. Жалобы на то, что где-то шестеренки в танке не хватает, или в БМП, БТРе, или где-то ствол поцарапан, не принимаются. Вы должны беречь это имущество. Это сегодня недешево стоит. А оно нам очень нужно. Предприняты достаточно жесткие, но своевременные меры по развитию белорусского ВПК. К настоящему времени в Беларуси удалось создать, ну, можно так сказать, креативный кластер в лице генеральных конструкторов и специалистов военных производств. Предупреждаю, чтобы это было не просто заявление. Мы этот вопрос изучим. Насколько креативен этот кластер? Стратегия обороны в Беларуси не менялась. Напротив, ее укрепили новой военной доктриной. Или доктриной мира, как ее прозвали специалисты. Впрочем, добро должно быть с кулаками. Отсюда разработки белорусского ВПК, включая полонезы, ПВО, беспилотники и всю линейку бронированных армейских авто. Для современной мобильной тактики боя. Эксперты нашу оборонку оценивают высоко. Бюджет не разоряет и повода усомниться в обороноспособности не дает. Президент Республики Беларусь абсолютно прав, когда говорит об увеличивающихся рисках военного противостояния возникновения большого конфликта в Европе. Лучшей страховкой от подобного рода сценариев являются боеспособные, подготовленные и технически совершенные вооруженные силы. Могу сказать, что по мнению военных экспертов, белорусская армия сегодня является по своим реальным возможностям одной из лучших в Восточной Европе. Это компактная, хорошо оснащенная и мотивированная к защите своего отечества армия. Спрашиваем у министра обороны, есть ли у отечественных силовиков желание втянуться в гонку вооружений? И на каком этапе наша программа внедрения беспилотников? Ведь все последние конфликты, включая Афганистан, Украину и Сирию, во многом уже баталии высоких технологий. Развитие беспилотных авиационных комплексов, конечно, идет опережающими темпами, потому что без этого компонента невозможно применение большинства огневых единиц, которые выполняют задачи на поражение противника. Мы с помощью нашего государственного военно-промышленного комитета, предприятий военно-промышленного комплекса производим эти беспилотные летательные аппараты и активно внедряем в практике, в подготовке войск. Вы сравните бюджеты от ВВП на оборону в государствах, хотя бы рядом с нами, живущих, соседей наших, и сравните с бюджетом белорусским. Он несколько меньше, а по сравнению с некоторыми государствами намного меньше. Говорить о том, что мы включаемся в гонку нельзя, потому что есть, во-первых, потребность в вооружениях, есть потребность в вооружениях, исходя из оценки обстановки, нынешней современной обстановки, и есть потребность в закупках, когда чего-то нет. У нас на сегодняшний день, в принципе, все есть. Не техника единой оценивает силовой блок президент и общество. Не меньше важны дисциплина и репутация армии. Отсюда поручение президента, Министерства обороны и органам прокуратуры навести порядок и исключить ЧП, а не бить по хвостам. Формализм и пассивность в идеологической и информационной работе обходятся обществу и государству слишком дорого. Думаю, нашей генеральной прокуратуре и прокуратуре вообще пора уже от эпизодических заявлений в средствах массовой информации переходить в более системные работы. Требуя от военного ведомства незамедлительно усилить идеологическую работу, в том числе информационную. Пока это у вас не получается. Отмечу, что и освещение учений Запад-17 СМИ поначалу было организовано неудовлетворительно. Как я уже сказал, второй важнейший вопрос обеспечения правопорядка и защиты граждан. Это все то, во имя чего мы сегодня живем и во имя чего существует вообще наша власть. Данные о законопослушности белорусов за последние 10 лет внушают сдержанный оптимизм. Общая криминализация, это преступление всего, сокращена вдвое. На добропорядочность работает высокая занятость, образование, работа правоохранителей. И что уж тут скрывать? Идеология правового общества. Втрое за две пятилетки снижено число нетрезвых лихачей. Например, в прошлом году таких было чуть более 25 тысяч. Из них почти полторы – рецидивисты нетрезвого вождения. Помогли суровые законы и общее неприятие обществом пьяного беспредела на дорогах. Сохраненная в Беларуси охрана труда и модернизация МЧС плюс общая культура производства также работают на снижение количества ЧП и пострадавших. За те же 10 лет жертв пожаров стало вдвое меньше. Что важно, число детских смертей сократилось в 15 раз. И еще число погибших на производстве сократилось вдвое. Это прямое следствие комплексного пятого декрета об охране труда и работа профсоюзов, которые мониторят условия труда, невзирая на форму собственности, размеры бизнеса или ведомственную подчиненность. Впрочем, и здесь уместен президентский тезис – самоуспокоение недопустимо. Без опоры внутренней безопасности никакая внешняя невозможна. Тем более, если от преступной халатности, пьянства и коррупции в мирное время, в мирной Беларуси, ущерб порой больше, чем в ином локальном конфликте. Неуклонно повышается раскрываемость преступлений. Все реже в оперативных сводках фигурируют подростки. Улучшилась обстановка на улицах городов и сельской местности. Достаточно эффективно работает система по выявлению и пресечению коррупции. Особенно эффективны здесь органы Комитета государственной безопасности. Другим надо подтягиваться до этого уровня. Однако обстановка еще очень далека от благоприятной. В год совершается более 86 тысяч преступлений и около трех тысяч дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно от этого гибнет тысяча человек. Это слишком много. По-прежнему авария на дорогах случается с участием сотрудников внутренних дел. Но о каком авторитете милиции можно тогда говорить? Вопрос один к министру. Когда будет наведен порядок? Порядок, Игорь Анатольевич, во всем. Чтобы вы мне не отписывали, что там некоторые крутяки у нас появились. Это же не дети простых людей, а сами крутые. И их детишки сегодня на квадроциклы, снегоходы и пошли по зимам, по полям. На что я обращал внимание, а вы мне отписки пишите. Отверните голову им и подбирайте эти транспортные средства. Вот и все решение вопроса. Я хочу, чтобы это мое заявление сегодня общество услышало. Бороться с лихачами на квадроциклах системно МВД начало еще в прошлом году. После аналогичных резонансных заездов. Больше всего в Минском районе. Рейд в минувшие выходные позволил задержать сразу 7 нарушителей. Техника на штрафстоянке. Квартет водителей уже наказан. Еще по трем эпизодам судьба владельцев и водителей решается. Хорошо, если отделаются только возмещением ущерба, чтобы другим неповадно было. Возможно, на квадроциклы и снегоходы введут регистрацию. Проще предотвращать, ловить и наказывать. Мы будем рекомендовать руководителю сельхозпредприятия посчитать ущерб, попроситься в суд для того, чтобы все-таки тот урон, который был нанесен сельхозпредприятию, был возмещен данным лицом. И вот изъятый снегоход является мерой обеспечения будущего иска и мерой обеспечения административного процесса. Не менее жесткая позиция президента и по острейшему вопросу домашнего насилия. И его первопричин – пьянство, наркомании, хронического тунеядства. Конкретные поручения получил весь правоохранительный блок – персональные, генпрокурору и министру внутренних дел. Спокойно жить я вам в этом году никому не дам. Если только самоуспокоимся, а у нас поползновения такие есть, пусть не тенденция, но поползновения к самоуспокоенности. Если это произойдет, будем пожинать печальные плоды этого. Каким образом будет совершенствоваться профилактическая работа и не просто разговоры, а так это по-мужски профилактировать надо. Как будет обеспечиваться дальнейшее снижение алкоголизации, уровня домашнего насилия, также общее повышение правосознания граждан. Все социологические опросы в последнее время сигнализируют нам, что общество на первое место ставит вопрос алкоголизма. Мы не можем допустить, чтобы какой-то бандюган издевался над детьми в семье и над женщиной. Не можем. Этому должен быть положен конец. Делайте, что хотите там. Поворачивайте им руки и подрубайте руки. Это же не дело, что дети боятся домой идти. Потому что там завелся Боров, который терроризирует семью. Главный вопрос обеспечения защиты прав и спокойствия каждого человека. Системным ответом на проблему уже стал декрет номер один о труде. Мера необходимая, но скорее всего не вполне недостаточная. К проблеме внутренней безопасности и защите прав граждан на высшем уровне вернутся совсем скоро. Глава государства лично анонсировал продолжение сегодняшнего совещания. Напомнив силовикам, что как гарант по конституции держат на контроле не только макроситуацию, но и каждый резонансный случай. От крупной взятки до информационного сопровождения больших госпроектов. Например, атомной станции. Андрей Кривошеев, Дарья Белоусова-Петровская, Юрий Шевчук. Агентство Теленовостей.